Аллергия нарушает нормальный ритм жизни, наставляя много неудобств как детям, так и взрослым. Каждую весну люди, страдающие от сезонной аллергии, задаются вопросом, что делать, запасаться антигистаминными препаратами или не выходить лишний раз на улицу. Именно поэтому в период цветения деревьев и трав тяжелые аллергики стремятся уехать как можно дальше, к морю или хотя бы в другую климатическую зону. Врачи уверяют, устранить прямое воздействие аллергена только полдела. Общее укрепление организма и профилактика позволяют уменьшить проявление аллергии. Симптомы аллергии значительно ухудшают нашу жизнь. Они опасны множеством последствий. Так, например, на ее фоне нередко развивается экзема, пронхиальная астма, атопические заболевания кожи. Кроме того, аллергия является фоном для развития других патологий, которые могут затронуть практически все органы и системы. В клинической практике все ныне известные аллергические заболевания принято разделять на несколько видов. Респираторные, инфекционные и контактные аллергозы. Пищевая, лекарственная и инсектная аллергия. А также самое опасное проявление аллергической реакции – анофилактический шок. Аллергия столь многолика, столь и коварна. Проявлений и форм аллергических заболеваний очень много, а симптомы реакции одного типа у разных людей могут сильно различаться. Кроме того, симптомы легко спутать с признаками других болезней, что часто мешает постановке точного диагноза. Для диагностики используется большое количество исследований и анализов. Одно из первых исследований, которые проводятся при подозрении на аллергию – кожаные пробы. Врачи также рекомендуют больным аллергии принимать больше жидкости и гулять в вечернее время суток. В настоящее время в Баку сезон цветения пыльцы. Многие пациенты испытывают неприятные ощущения – зуд глаз, чихание, насморки, зуд кожи и даже одышки. Все это называется поленоз, то есть болезнь связана с цветением пыльцы. Сезонная аллергия на пыльцу может начаться даже у тех, кто ранее на нее не жаловался. И у людей любого возраста. Первая стадия обострения аллергии на пыльцу наступает весной, хотя она обычно усиливается в июне и в июле. Сезонная аллергия – это аллергические заболевания, такие как аллергический ренит или аллергический конъюнктивит. Эти заболевания возникают и повторяются только в определенные периоды года – весной, летом и осенью до первых заморозков. Помните, что лучше не гулять в ветреную погоду, солнечную погоду, когда концентрация пыльца максимальная. А если вы выходите на свежий воздух, одевайте обязательно солнцезащитные очки, надевайте обычные маски, они отберегают не только от вируса. В доме постарайтесь закрыть окна и проверить помещение кондиционером. Уберите из дома все комнатные растения. Не пользуйтесь цветочной косметикой, парфюмерией. Учитывая, что в Азербайджане 9 климатических зон, можно смело утверждать, что аллергии страдают большинство населения. В Баку – это в основном субтропики. Здесь очень много растений – луговые травы, деревья и у каждого свое время цветения. Оно может начинаться с конца февраля и продолжаться порой до середины ноября. Самая распространенная из трав и полукустарников, вызывающая аллергию – это полынь. Лучший способ преодолеть болезнь – это в первую очередь предотвратить ее. Поскольку аллергены из большинства растений переносятся по воздуху, контакт с ними трудно избежать. Но если известно, что пыльца определенного растения вызывают аллергию, постарайтесь уменьшить контакт с ним. Аллергия – не тот случай, когда стоит игнорировать симптомы или заниматься самолечением. Всегда существует, пусть даже небольшая вероятность, анафилактического шока. Поэтому обязательно обращайтесь к аллергологу и не пренебрегайте своим здоровьем. Лидия Молодцова, Фирус Рагимов, CBC.